всем привет ребята вы на канале бейблейдер и сегодня у нас будет распаковка остальных беев из рандом бустер с виндк найтом виндк найта я уже распаковал можете посмотреть подробное видео про него на канале а сейчас давайте перейдем к самим б я не знаю кто будет в этой коробке и во всех остальных тоже точнее как я знаю что будет есть вот все вот эти вот вы но я прямо не знаю какой из них здесь ну что достаем и давайте распаковывать ну что ребята вот я и достал эти черные пакеты крышку и диск убираем и открываем драйвер и драйвер экскалибра уже видно он отлично подойдет кстати чтобы собрать черного экскалибра мы сегодня это сделаем наверно сделаем это драйвер экскалибра в золотом цвете дэш пружинкой действительно крутой драйвер и я даже знаю от кого он многие уже доказать догадались поэтому скажу это драйвер от променец рыцаря следующий на очереди диск открываем диск от валькирии и леджисти он цепляет воздушные потоки и поэтому носится быстрее это отлично подойдет для данного боя ведь он атакующий ну конечно же самое главное крышка погнали теперь же я открыл да открыл кстати тут пленка нам намного лучше то есть она здесь немного другая крышка просто отличная посмотрите насколько она красивая я не могу удержаться перед тем чтобы вот так сделать вау ребята это капец непередаваемое ощущение очень красивый бейблэйд мне прям нравится снизу он выглядит вот так у него армор единица видимо для экскалибра вот такой вот бейблэй давайте его соберем и посмотрим поближе у этого б сразу две интересные функции во первых это шатающаяся крыша благодаря чипу кнайт да но здесь расшатается не очень из-за того что там дэш пружинка а также кольцо феникса которая слетает во время боя ну или конечно можно сделать вот так чтобы она не слетала по моему отличный бой идет в коллекцию но мы переходим к следующему и открываем сразу могу сказать что здесь крышка в другом пакетике и это очень интересно и открываем драйвер я боюсь просто задеть его да ребята это драйвер винт кнайта в красном свете очень крутой драйвер с пружинищем механизмом который позволяет ему стоять в центре очень долго также у него есть тарелочка которая добавляет немного жизни после смерти но мне не очень нравится ее функция лучше бы сделали какую-нибудь немного острую чтобы он еще мог встать хотя именно вот такой комбинации это драйвер довольно сильный винт кнайте он вел себя просто отлично кстати давайте сравним его драйвер прям такой красный зеленый прикольно этот драйвер пойдет для красного винт кнайта которого можно собрать в этом рандом бустере про него мы еще немного поговорим следующая часть диск по моему там тоже очень интересный диск открываем и здесь у нас до вау боже сейший диск для черного экскалибура он очень красивый таком черном красивом цвете ребята вау не могу на ним на него наглядеться очень красивый одно ударное лезвие из пластика кстати это первый диск который был покрыт пластиком в дб или бу точнее он довольно легкий но у него все таки есть металл его можно использовать на каких-нибудь атакующих бэх но я не советую лучше используйте какую-нибудь гигу она отлично подходит для всех драйверов переходим следующие детали самому важному крышки я чувствую тут будет полегче открыть крышку да намного легче и это винт кирбеус красивый просто вау он блестит я не думаю что он такой красивый ребята это нужно видеть вживую он прям супер красный на камере он выглядит как будто бы немного черного и белого все-таки есть но живой он прям вообще красный как помидор такой вкусный достаем вот эти штуки по моему я забыл их достать в прошлом бэй надо будет проверить потом кстати кто не знал вот такие вот фиксаторы добавили только в бэу раньше их не было или были но я них даже не знал давайте соберем этот бэй кстати этот бэй является втором по крутости в этом вторым по крутости в этом рандом бустере потому что в нем есть хороший слой винт кнайта а также чип кирбеуса а еще и драйвер еще и диск просто отличный бэй очень туго очень туго собирается так что взрываться точно не будет он мне кажется будет немного дисбалансированным из-за вот этого вот диска и быстрее будет наступать смерть но если поставить любой круглый диск например гигу illegal over то можно будет сделать его намного круче ну то примерно таким же как винт кнайт вот такой вот бэй блэйт мне он понравился тут кстати тоже есть функция винт кнайта интересная довольно но сейчас я делать ее не буду потому что это долго и в принципе никак не изменит бэй я все еще жду себе вот этот вот бэй потому что я очень хочу посмотреть на фиолетовый слой 9 не 9 извините дэвил да это же дэвил слой да это дэвил слой у меня его не было ни разу очень хотелось бы иметь доставайся немного конечно не той стороной ну ладно мой а драйвер то замотали прям знатно аж вспоминаю былые времена чему так тяжело открыть у меня вообще не получается ну и сейчас думаю абсолютно также вот вот вроде бы сейчас откроем да 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 я все таки снял подскотч открываем и это все таки интригу тянем прям до конца это драйвер лонжинуса в черном цвете с дэш пружинкой это драйвер дестрой у него крутящаяся тарелочка мне он нравится он хороший атакующий драйвер а также у него вот такого острие в виде звезды он сам красивый интересный дэш пружинка усиленная пружинка кто не знал прям вообще идеальный драйвер по моему мнению для атаки хотя если бы сделали бы еще его резиновым хотя стоп есть драйвер гипериана ребята это по сути альтернатива этому драйверу но с резинкой он дает немного выносливости а также хорошую атаку так что это драйвер точно крутой всем советую его использовать на стандартных аренах он отлично себя ведет диск он был прям надут открываем он открылся на удивление легко и это диск карма давайте уберем мусор диск карма также как диск леджеси управляет воздушными потоками но здесь уже в меньшей степени потому что у него лопасти не так построена как у валькирии этот диск очень острый среднего веса подойдет для атакующих комбинаций вот принципе все про что про него можно сказать и самое интересное крышка я вот не понимаю в какой последовательности они кладут то есть в одном бы нет такой пленки а в другом бы она есть все непонятно но очень интересно кстати впервые заметил что тут есть специальный надрез чтобы открыть это очень классно и не впервые может быть я когда нибудь уже так открывал не помню так нет нет нам все равно придется резать ножницами а жаль а то бы я вообще бы ими не пользовался сегодня достаем ребята это вау боже мой такой красивый чебелела я не знаю наверное многие сейчас говорят какой чип тут вообще очень крутой слой я в принципе тоже такого мнения придерживаюсь но чип тут тоже вау ребята он как просто бриллиант какой-то черный алмаз и армор обычный кстати а вот тут тут уже нету таких застежек что же это может значить значить я не понимаю так аратоми как-то очень странно запаковывает свои бей возможно это еще одна тайна которую нам предстоит разгадать бей красивый мне понравился так что давайте его соберем это довольно классическая атакующая комбинация драйвер дестрой супер крутой слой атакующий красивый чип от белиала и карма принципе отличный атакующий бей и вариант для того чтобы поиграть с другом мне он нравится красивый но он такой то есть как на любителя потому что атакующие бей не всем нравится но мне например они очень нравится если тоже жмите лайк ну и конечно же последний бей перед тем как мы соберем крутейшего черного экскалибура и красного виндкнайта золотым чипом здесь уже рандома точно нет здесь наверняка будет он дэвил экскалибу очень хочу его посмотреть или дэвил экскалиус убираем наклейки на потом точнее убираем они просто выкидываем не не советую вам выкидывать наклейки они делают бы реально красивым особенно если вам попался горячий металл кстати кто не видел посмотрите видео про старый бей горячего металла я очень удивился из-за того что он очень маленький так опять эта пленка ну как понять почему-то каратами в одних боях кладет без пленки а в других с пленкой вот этой это не просто такой пакетик это прям пленка там вакуум непонятно ладно открываем драйвер кстати он тут довольно большой и из-за того что он большой он конечно классный потому что это супер крутой драйвер хайд боже ребята он действительно огромный я бы даже его мог спутать с электронным драйвером вау ребята этот драйвер впервые появлялся угадайте где в наборе с драгоном никак не в главном бе а в промежуточном этот драйвер называется вейв хайд дэш прикольный драйвер отличный розовый цвет мне он прям нравится и сейчас я не шучу он реально красивый а также мне кажется что вот такая вот именно версия может стать имбой потому что она высокая и будет давить сверху минус своего был то что он падает и на его все спокойно давят а тут это будет немного по-другому кстати давайте сравним его с обычным вэйвом действительно хайд намного выше вэйва обычного вэйва из-за этого конечно преимущество будет на стороне хайд ну или в некоторых сборках может быть и на этом кстати если вы не знали хайд это вот эта вот черная вставка и она во всех и когда вы слышите что нибудь драйвер со словом хайд это обязательно представляете себе вот такую вот черную вставку драйвер прикольный интересный про него поговорили и переходим к диску тоже довольно интересному открываем тадам о мой бог диск мун от эйр кнайта это довольно редкий диск потому что он еще нигде не появлялся кроме этого рандом бустера он круглый красивый в красном цвете он кстати значительно отличается от прошлого здесь он менее прозрачный так что здесь это совсем другой диск из-за прозрачности я называю этот диск совершенно другим гениальность в нем похожая вставка на вставку экскалибра но это не так она не вставка экскалибра это совершенно другая вставка также есть дополнительные застежки для того чтобы бы меньше взрывался надпись мээн то есть мун и он идеально круглый этот диск идеально идет на виндкнайте но вот на других боях я честно говоря еще не пробовал так что предлагайте свои сборки и я протестирую их самое интересное последняя крышка это вот прям то что я ждал вот все это видео я пытался найти этот бой он мне был самым интересным потому что здесь супер красивый слой дэвил да ведь ребята тут есть такие вот вставки это это вау ребята посмотрите насколько он красивый ну посмотрите здесь намного больше детализации да он немного более острый или это у меня сточились а так же ребята посмотрите на чип экскалибур а вот моя последняя комбас моего турнира давайте сравним дэвил и обычный немного дэвил острее немного сделали другую форму то есть слой дэвил кстати попадается в оффлейме вес такой конечно красивой детализации но он немного острее так что это более похоже на дэвил а ребята То есть, с ним, мне кажется, можно и на турнир пойти, к примеру, F-Gear поставил, вот так пошел с этим БМ против левосторонних, и все, может, ты победишь. Этот драйвер, кстати, довольно похож на какой-нибудь, даже не знаю, драйвер от Форнеуса, очень похож, потому что теперь он будет падать на свою тарелочку постоянно, а не на диск, и он действительно этим походит на драйвер Форнеуса. Что я могу сказать? Этот БМ будет очень сложно завалить, потому что он будет долго вот на этой тарелке как раз крутиться, если, конечно, против левостороннего, а не какого-нибудь атакующего правостороннего. И то, что он очень красивый и прикольный. Давайте посмотрим на все БМ, которые мы сегодня распаковали. Раз, два, три. Тыдын, тыдын. Вот и все БМ, которые мы сегодня распаковали. Что я могу сказать? Какие красивые БМ я встречаю очень редко. И этот случай, что все БМ из этого набора классные, потому что в этом есть красивейший слой чип, в этом, ну что можно сказать, дэвил, драйвер, диск, чип. В этом идеально атакующая комбо. И здесь замена Эркнайта. Если не хотите платить, к примеру, 4 тысячи за оригинального, можно купить такого. И, в принципе, он довольно похож на него. Но самое главное в этом рандом-бустере, это не Винкнайт, а то, что можно собрать крутые бэи. Хотя нет, там тоже будет очень крутой Винкнайт. Который уже, в принципе, придуман фандомом, но все равно он, по моему мнению, уже оригинальный. Давайте начнем как раз-таки с него. Так, что нам понадобится? Во-первых, найти, у кого можно взять диск. Армор-шестерку. Потому что я не знаю, по-моему, их вообще здесь нет. Здесь тоже нет. Ну, здесь двойка, Армор. И здесь... Здесь тоже не будет шестерки. И здесь единица. К сожалению, здесь нет шестерки. Но это Винкнайт не испортит. Поэтому мы снимаем чип Кербеуса. И берем чип отсюда. Вытаскивайся. Вытащился. И... Так. Крышка готова. Уже красиво. Далее у нас красный диск. Отлично подходит. И драйвер. Та-дам! Вот и альтернативный Винкнайт готов. Это как с Рагнарьком. Можно было собрать красного Рагнарька и обычного. Здесь то же самое с Винкнайтом. Мне это понравилось. Прикольно. Но самое интересное... Это же... Конечно же, Экскалибур, ребята! Давайте его собирать. Мне кажется, я потом не соберу, как эти бои были на самом деле. Ну ладно. Так. Нам понадобится чип Экскалибура. Потом... Где-где-где-где? Вот. Армор-единица. Ребята! Это уже очень классно. Так. Не вставляется. Вставился. Вот. Все. Диск. Подходит отлично. И, конечно, золотой драйвер. Вот он. Монстр. Красивейший Экскалибур. Ребята! Это вау! Надо бы сравнить его с обычным Экскалибуром, потому что... Вот он такой красивый. Боже мой! Даже не знаю, что сказать еще. Все так идеально сделано. Он так блестит красиво. Ребята, мне кажется, мы нашли самый красивый бэй-бэй-бэй-бэй-бэй-бэй-бэй. Если тоже так считаешь, ставь лайк и подписывайся на канал. По-моему, эти бэи были идеальными. И мне придется потом их собирать. И это тоже очень важно. В общем, что мы получаем с полного рандом-бустера? Первого рыцаря. Черного Экскалибура. Кстати, деталь очень хорошая. И, конечно, главный винт Кнайт. По-моему, это достойно, потому что здесь хорошая деталь. Красивейший редкий Экскалибур. Тоже два очень редких бэя. Драйвер, который выпускается здесь впервые в красивом цвете. Вот такой вот драйвер. Отличнейший слой. Ну, это тоже очень хороший. И чип Кирбелса. По-моему, это стоит своих денег. Но вы можете решить сами. Ну, а сейчас всем пока и до скорых встреч. Сейчас. Пока. 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 Продолжение следует...